МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне нравится ходить на тэквонду. Я люблю своего тренера. Скромничая шестилетняя Кима только перед камерой. Всего за год занятия она успела стать обладательницей золота на Кубке Москвы и на первенстве ЦФО. Результаты стала показывать почти сразу. Спорт дисциплинировал гиперактивного ребенка, сделал ответственнее и сдержаннее. А в нетипичное для девочки тэквонду Кима попала случайно. Тренер такой очень ответственный. И детей любят, и все. Мы пришли на первую тренировку. День открытых дверей был. И все срослось. Ребенок вырастет добрым, порядочным. Что она заступится, если она увидит, что кого-то обижают. Начали с третьего места, потом второе, ну и сейчас первое место. Со слезами она боялась. В общем, со слезами вышла, сделала. Единоборство с ранних лет не только развивает детей физически, но и закаляет дух. Учит малышей справляться с трудностями. Еще один золотой тэквондист Дангуна. Севолод Булатов. Победа на первенстве ЦФО. Его вторая медаль в жизни. Обе золотые. Хорошее начало зарядило юного спортсмена на мечту о черном поясе. Однако полученными навыками боевых искусств он пользуется только при необходимости. Если на меня надо подать, я сначала защищаюсь, а потом даю отпор. На тренировке это идти вперед нужно. А на тренировках я все повторяю. Идти только вперед. Своих воспитанников Сергей Зубков учит побеждать и, что немаловажно, проигрывать тоже. На плечах чемпиона мира по восточным единоборствам лежит непростая задача. Не только привить любовь к спорту малышей, израсти чемпионов, но и быть их наставником. В основе занятий, воспитания и дисциплина. Ты просто так стоишь перед зеркалом. 15. Надо уступать, надо уступать. Вы же одна команда. Несмотря на строгость Сергея Александровича, дети его любят и с удовольствием учатся приемом единоборства. Готовятся к соревнованиям. К слову, 8 его воспитанников привезли из первенства ЦФО. Полный комплект наград. Четыре золота, одно серебро и три бронзы. Секрет успеха, по его словам, прост. Тяжело объяснить. Это, наверное, на каком-то ментальном уровне. Это аура, это атмосфера, это энергетика, это отношение к детям, это отношение детей ко мне. Это огромная помощь родителей, это поддержка родителей. Все в совокупе. Все в совокупе. Нету какого-то отдельного элемента. Это большой-большой пазл. 45 воспитанников от малышей до взрослых сейчас занимаются у Сергея Зубкова. И, конечно, тренер, как наставник, помогает спортсменам и психологически. Соревнования и чемпионаты даются ребятам нелегко. Ведь победа над собой – самая главная победа. Мы очень часто видим, когда ребенок занимается в зале, показывает просто колоссальный результат, необыкновенный. Выезжает на соревнования, встает в ступор. Ну, тяжело, огромное количество народа. Мы беседуем, мы ведем диалог. Объясняю, что волноваться – это нормально. Выше своей головы прыгнуть невозможно – это раз. А во-вторых, если вы едете туда, то значит, вы достойны. Жизненного креда не останавливаться. Спортсмены Дангуда придержатся и дальше. В октябре титулованные воспитанники клуба выступят на Кубке Москвы. А в ноябре их ждет серьезное испытание. Соль чемпионат России. Отожрите, пожалуйста. Анна Троян, Сергей Гвозьев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!